Друг мой! Встречи телерадиоканал Страна ФМ, тогда делай погромче, потому что здесь, в эфирной студии, как всегда вечером, мы Майк Войс! Маш новая, но не одни мы здесь, хотя Маша говорит, как ты здорово оделся в тон к моим розовым брюкам, может не знаю, где я в тон, но это сейчас абсолютно не важно, потому что сегодня у нас гость Маша, гость у нас мужского полу, поэтому... Да, поэтому я объявляю всё, у меня есть вот такая небольшая привилегия, поэтому я сейчас буду зачитывать его в серегале. Стендап-комик, внимание, импровизатор, ведущий Максим Хабаров! Максим, привет! Привет, мы ждём тебя! Участие комедитов фестиваля, таких как Стендап-фестиваль Петербург, Инди-комик и Московский фестиваль импровизации, Пальчлайн! Ну, друзья, обо всё по порядку будем говорить сегодня. Макс, привет, давай, давай, целование, очень рада тебя видеть. Макс, привет, можем не целоваться. Ну, я хотел. Присаживайся на свой трон, сегодня он будет специально для тебя. Ты будешь так немножечко свысока на нас, Михаил, поглядывать. Как и на всех людей обычно. А, обычно так? Дурок, просто. Максим, хочу заметить, хочу заметить, насчёт свысока. Первый наш гость, дорогие друзья, к которому наш стул пришёлся полностью в пору. Абсолютно для тебя он тебя ждал. Это под меня делали, если ты. Да, мы просто тебя очень сильно ждали. Ну и сразу у нас есть, Мишка, традиционный вопрос, чтобы, знаешь, так, немножечко настроиться, задать тему сегодняшнего вечера. Давай. Мы будем говорить о юморе. Так вот, поделись нашими зрителями и слушателями, какой у тебя совет или секрет, поделись своим лайфхаком, как научиться относиться к жизни с юмором. Ну-ка. Как ты это делаешь? Так, спасибо за ответ. Очень задержательный. Знаете, вот я обычно спрашиваю людей, кто из Воронежа, потому что Воронеж это какая-то столица юмора сейчас. Оттуда все самые смешные. Серьёзно? Ух ты, а кто там был эти ребят, не помнишь? Не помню. Я, кстати, слежу за... У нас, я тебе честно скажу, у нас прям-таки очень хорошо в Брянске развивается стендап сейчас. Мне нравится. Мои знакомые организовали целый клуб. Туда не ездил? Нет, ничего не ездил. Ну всё, я тебя, в общем, с ними познакомлю. Так вот, продолжим. Ну вот, я спрашиваю ребят из Воронежа, из Брянска, говорю, почему у вас так смешно там? Они говорят, а как ещё там жить без юмора? Вот, реально. Это, собственно, нормальный рецепт жизни в России. Надо жить с юмором. Потому что все пережить какие-то проблемы, особенно всё, что происходит, без юмора никак вообще. Ну, подожди. Ну, это понятно, что жизнь у нас непростая, но это же и интереснее для стендап-комика, правильно? Да, конечно. То есть у тебя сразу же появляется куча тем, для того, чтобы написать, для того, чтобы выступать. Когда всё хорошо, тогда сложнее писать. Ну, а у тебя лично темы, которые вот себя лично трогают для выступлений? В последнее время женщины. О-о-о, так. И я ещё работаю в гостинице, там постоянно что-то происходит, особенно в пятизвёздочных. Слушай, а вот интересно, ведь параллельно же, мне кажется, обязательно где-то ещё работать. Вот откуда черпать вот это вдохновение для написания? То есть если ты будешь просто стендап-комиком сидеть дома, то у тебя же не будет материала, правильно? Не всегда, нет. То есть надо ещё чем-то заниматься по жизни. У тебя есть условно семья, есть родители, ты куда-то ездишь, куда-то ходишь, что-то смотришь. А, то есть в принципе этого достаточно бывает. Ну, конечно, да. Максим, а вот смотри, ты перечислил такие замечательные темы, очень добрые, человеческие. Женщины? Семья, родители, вот дети. А пишешь ты про женщин? Ну, потому что у меня... Объясни, пожалуйста, в чём логика, друг? Ну, в последнее время это меня беспокоит. А, тебя это беспокоит. А вот это мне уже интересно, что именно тебя беспокоит в женщинах? Подожди. Ну, у меня месяц три назад был разрыв с девушкой, мы долго встречались. Сколько лет долго? Три года. Ну, для меня это долго. Для мужчины это верится. Подожди. Согласен, Максим, три года это долго. Подожди, но ведь говорят, что вот если ты вот это трёхлетие переживёшь, то дальше вы уже будете неразлучны всю жизнь. Ну, вот мы не пережили. А вы не пережили как-то. Да, потом я начал ходить на свидание, и там тоже много были и неудачные свидания, и как про это не шутить? Подожди. Это прикольно. Очень интересно мне неудачное свидание. Да, я... Что это? Я повёл девушку на своё выступление, после этого она пропала. Ей было не смешно? Класс. И скажу, а ты правильно понимаешь, что она пропала? То есть ты спустился из-за кулис, смыл грим, пришёл, а её нет. Вот так? А хорошо, вы думаете, что она сгримирует? Нет, мне кажется, она просто, ну, расстроилась, что в следующий раз обязательно будут шутки про неё. Поэтому она не выдержала этого и сказала, нет, это жизнь. Это публичная жизнь звезды точно не для меня. Я так сказал в следующий раз про тебя. А, ты так со сцены сказал? Максим, я правильно понимаю, это очень важно. Сейчас многие на вас стреляли уши. Умилая юмора. Я правильно понимаю, что ты сейчас в поиске, что сейчас твое сердце свобода, дорогие друзья. О, друзья, да, включайте обязательно ещё и картинку. Подруги, самое главное, подключайтесь. Да, не только слушайте нас, но и смотрите. А мы буквально через несколько секунд, минут вернёмся к вам обратно в эфир. Никуда не переключайтесь. Дорогие друзья, конечно, ошибка. Суперзвезда, Светлана Лобода. Да, это ошибка, действительно, суперзвезда. Она, а здесь просто-напросто простые люди. Майк Войс, Макс Вова и, конечно, Максим Кабаров. Ну, здрасте, простые. Единственная звезда здесь. Не согласна, я с такой формулирую. Суперзвёзды вечернего эфира. Максим, суперзвезда в стендапе. Да, не остановите эту женщину. Макс, вот мы, кстати, сейчас, друзья, пока была песня, Светлана Лободы затронули, очень интересную тему. Сетап и панчлайн, правильно? Я ничего не путаю? Да, все верно. Я-то думала, друзья, что панчи есть только в рэп-баттле. Ну, вот этот, Версус, всем известный и так далее. Панчи, панчи, панчи. Оказывается, это фишка из стендапа. Самое интересное, что многие слова и в рэпе, и в стендапе, они похожи. Ну, давай тогда расшифруем для широкой аудитории, что это такое. Сетап в переводе на русский язык, это заход. Панчлайн, это добивка. А, сетап. Ты, да, начинаешь шутку. Ты анонсируешь некую тему, правильно? Которая тебе близка, и сейчас эта тема будет связана с шуткой. Или как? Ты, ну, шутки в одну строку. Ты сначала создаешь какой-то мир. Сейчас я могу тебя подставить, очень сильно спросить. Ну, например. Да, да, да. Я такие не шучу, такие короткие. Спасибо, Максим, умный ответ. Да, комик, пошути. Я думаю, все любят, да, эту историю. А панчлайн, это ты уже ломаешь все ожидания, получается. Которые ты создаешь сетапом, ты создал ожидания, и люди думают, сейчас он зайдет. Ну, как колобок повесился. Колобок, это сетап, а повесился, это у панчлайн. Да, это, грубо говоря, так. Ну, я зато все объяснил, понимаешь, в отличие от вас. Ну, смотри, а в любой шутке должен быть какой-то неожиданный финал и неожиданный поворот. Или, может, она как-то... Ну, зачастую, да, но это смешно, когда неожиданно. А зритель уже нравится, когда он сам догадывается, он такой, типа, как будто с тобой на одной волне. Нет, нет, я читал, что мне понравилась одна фраза, что комедия, это ты заманил человека на ковер и потом резко выдернул его. О, слушай, а вот это интересный образный ряд, это прикольно. Ты часто таким приемом пользуешься, когда пишешь? Ну, да. Постоянно. Ну, это постоянно, да. Ты создаешь какие-то ожидания и потом их ломаешь. Макс, ну, у тебя есть вот коротенький пример, чтобы вот люди, может быть, они сейчас едут и не до конца понимают, как это все происходит? Добивает тебя, видишь, я это сразу слез, понимаешь? Ну, мне правда, мне правда, это безумно интересно. Да-да, вообще, конечно, расскажи. Потому что я знаю в стендапе, ты там вот эту целую тему, целую тираду, ты разворачиваешь и так далее. Вот это я люблю. Макс, а про девушек, это актуально, у тебя же девушки актуальны. Да, про девушку. Дай мне про работу расскажу. Давай про работу. Бамби. Потрясающе, потому что я обожаю пьяных гостей, когда к нам приезжают в гостиницу. И к нам недавно приехала женщина, она абсолютно была пьяная. Она шла такая, ну, это не пять звезд, это не пять. И я думал, она говорит про коньяк, который вчера делал. И я ее провожаю до номера, она в меня влюбляется, пока мы едем. Серьезно? Да, в номер она меня берет за руку и говорит, так, у вас кольца нет, значит, я вас сегодня соблазню. Я спускаюсь вниз, начинаю ее ждать, она спускается и проходит мимо меня вообще. У вас куда-нибудь вообще забывали соблазнить? Это так обидно. Честно говоря, нет. Если тебя забыли соблазнить, тебя не хотели соблазнить. Поняла? А, это из жизни просто? А если не поняла, подумаем. Мы сейчас послушаем музыку, вернемся, пока подумайте. Все, друзья, надо было смеяться, смеемся! Максим Хабаров! Мы не будем вас останавливать! Не остановят, потому что он сегодня в гостях у нас здесь, на нашем вечернем шоу. Майк Бойс, Маш Новый, мы продолжаем. Мы сейчас с Максом уже затронули тему его работы. Он уже начал делиться шуточками. Шуточки от Максима продолжаются. Друзья, мне так нравится сегодняшний эфир, сегодня у нас будет очень много юмора. Потому что, кстати, хочу заметить, немногие, кто приходит к нам в гости, могут именно вот зачитать что-то из своих наработок. Да. Они все хранят материал для ТНТ. А, так вот оно что! Я готов отдать его вам. О, эксклюзив! Мы принимаем его! Мы любим это! Давай! Здравствуйте! Слушайте, я, да, работаю в гостинице, там постоянно происходит какая-то жесть, и мне недавно звонят на телефон, на мой рабочий, говорят, Максим, поднимись на восьмой этаж, там голый мужик. А не то, чтобы я любил голых мужиков, типа, да-да, сейчас поднимусь. И вот я поднимаюсь на восьмой этаж, и он стоит вот так вот. А я взял охранника на всякий случай, потому что голый мужик внушает опасность. И мы поднимаемся, и я говорю, как вас зовут-то? А он был не русский, он, и я говорю, what's your name? Я понимаю, что я нифига не знаю английский в этот момент. Нас не учили вот пьяному английскому, там учительница не напивалась, не делала... А надо было? Да, это готовило бы к жизни, к таким ситуациям. Я ему даю листочек, говорю, пиши свою фамилию. Я беру листочек, в другой конец коридора, к телефону, звоню на ресепшн, говорю, где живет этот мужчина? Мне говорят, 816-й. Я возвращаюсь, его нет. Стоит один охранник, и я говорю, где этот мужчина? Он говорит, я его отвел в номер. Я говорю, в какой? Он говорит, 818-й. Я говорю, это не тот номер. Мы заходим, там лежит гость, и вот этот мужчина рядом, и мы ничего не сделали, мы просто ушли. Ну потому что что этот гость будет жаловаться? Он напишет на трип-эдвазере. Мне не понравился отель, я проснулся с голым мужчиной, да? Ну конечно нет. Очень плохой сервис был. А этот мужчина не заметил даже прибавления в комнате? Ну как выяснилось, потом это его друг был. Да ладно? Слушай, ну это прикольно, такие ситуации, я уверена, что они на работе у тебя каждый-каждый день возникают. Ну слава богу, нет, не каждый день. А, не каждый? Ну это случается периодически, да. А что было вот сам, вот этот мужчина, это была вершина пирамиды абсурда? Нет. Или было еще что-то прям вообще разрывное? Самая вершина пирамиды, я... Моего коллегу чуть не изнасиловал гей-порно-режиссер. Гей-порно-режиссер чуть не изнасиловал твоего коллега. Михаил, давай не будем повторять это словосочетание. Мне кажется, это не совсем наш папа. Скажи, пожалуйста, а как это чуть не произошло? Тебе интересно? Ты реально для жизни интересуешься? Может быть, он что-то уронил, нагнулся? То есть как это было? Ну мне коллега потом долго не мог говорить после этого. Так. Друзья, пожалуйста, я вас умоляю, давайте сменим немного тему, потому что мне неловко. Женщина, она пыталась покончить с собой. Так, это пятизвездочный ответ. Это пятизвездочный, потому что, да, люди такие приезжают, богатые и... Знаменитая, ты хотел сказать. Макс, Макс, давайте вернемся, пожалуйста, из суицидальных этих всех тем обратно в юмор, обратно в смех, обратно в музыку, Миша. А наоборот, а что-нибудь хорошее, наоборот, классно выдающиеся хорошие. Слушай, ну а смешно, ну а в хорошем же не очень прикольно шутить. Мне очень нравится, когда встречают иностранцы, они в восторге просто от нашей страны. Я думаю, это очень приятно всегда. Это чаще происходит, чем какая-то жесть, которую я рассказал до этого. А, кстати, иностранцы, может быть, даже комики какие-то были у вас в гостинице? Да, кстати, один. С кем можно было бы пообщаться, может быть, набраться опыта? К сожалению, это был не в мою смену, да, один австралийец переделал импровизатор. Круто, друзья. Ну что ж, все подробности еще с твоей работой. Я думаю, какие-нибудь еще интересные темы. И игра, друзья. Совсем скоро у нас будет игра, да, поэтому никуда не уходить. Все самое интересное будет впереди. Здесь, на стране ЭФМ. А мамочки, ты скажешь, что сегодня у нас был Максим Хабаров в гостях, друзья. Да, глаз не оторвать, конечно, от этого клипа, который сейчас был. Маша меня спрашивает за эфиром, а, собственно, поиграем? Я говорю, Маша, ну, хотелось бы на стране ЭФМ поиграть, а на стране ЭФМ как же не поиграть? Конечно, поиграем. Максим, мы с тобой сделали маленькую коллаборацию ровно перед эфиром. Ты посмотрел на мои игры, сказал, Миш, это никуда не годится. Ну, лапта это что-то такое. Что-что? Ну, лапту ты предлагал. Да, лапта. Мы можем несколько повредить нашу студию, поэтому ты сказал, Миш, давай покажем, как мы можем коллаборационировать вдвоем. И тут я тебя подговорил на некую игру, в которой, соответственно, я буду модератором, а ты будешь играть против Маши, правильно? С Машей. А, с Машей. Я так наставил на это слово. Ребят, я вообще не понимаю, что сейчас происходит. Они там как-то что-то договорились. Наша задача сделать. А мы будем импровизировать, Макс? Мы будем в одной команде, да? Да, мы будем, да. У нас будет сцена, допустим. Давай. А давай не так, ты покажешь на нас. Хочешь, чтобы... Нет, 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 давай. Скажи любую локацию. Любая локация. Так, Москва-сити. Москва-сити. Допустим, мы офисные работники разговариваем с тобой. И в какой-то момент, я говорю, например, вчера пошел в магазин. И Миша говорит, больше. Я увеличиваю магазин. С нами эта игра больше-меньше. Больше-меньше. Я пошел в гипермаркет. Он говорит, еще больше. Я пошел... Все, все поняли. Спасибо. А если меньше, уменьшаешь. Получается, если какое-то событие есть, ты его увеличишь, ты уменьшаешь. Ой, мамочки, как сложно. Я должна в это играть, да? Да, давай. Ну, давай, папа. Конечно, гость-то мой. Вот он все время, понимаете, какие-то игры придумывает. Так. Чтобы выстрелить меня в не лучшем свете. Собрались мы с тобой офисные работники. Хорошо. Я печатаю. Чик-чик-чик-чик-чик. Ты отчет сделала? Да. Годовой, квартальный, я все сделала. Недельный. А надо, да, говорить больше. Миш, ну втягивайся в игру в нашу. Увеличивай слово годовой. Вселенский. Больше. Сразу, сразу. Больше. Межгалактический. Больше. Чернодырный. Да, да, отлично. Это чернодырный отсчет. Я понесу нашему шефу на второй этаж сейчас. А меньше? А, понесу шефу в соседний кабинет. А, меньше. А, я и сам шеф. Меньше, это меньше. Ну да, я уменьшал расстояние. По расстоянию. Давай ты, твой панч, погнали. Давай другую локацию. Давай. Интересно же менять локацию. Ну давай. Овощебаза. 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 О, а я это, продавщица. Я продаю тебе лимоны. А, девушка, можно вот этот вот лимон? Так, а не мелочек возьми, давай. Сейчас сезон простуды. Я же не отнесу. Сколько? Сколько? Отнесешь сколько? Три лимона отнесу. А, больше? Семь лимонов отнесу. Бери больше, милый. Фуру с лимонами подгоню. Грузи фуру, мать. Сейчас, Ашот. Ашот, подгоняй. Еще больше. Мать хочет лимонов. Все лимоны, матери, все, что у вас есть. Давайте. Все взяли на овощебазе. Еще больше. Выращивай новые. Иди в поля. Иди в поля, выращивай новые лимоны. Ребятки, да вот же проростки лимонные. И самый большой. Что, лимон? Нет, поля. А самое большое что? Планета лимона. Планета лимона. Страну лимонию. Страна лимония. Страна лимония. Давайте наоборот. Теперь ты. Что теперь я? А какую мы локацию придумаем Маше? А, я теперь буду говорить, да, что-то? Очень, очень простую локацию Маше. Да, давай посложнее. Отлично. Автобусная остановка. Я жду, да? Давно она там не была. Реально давно. Скажите, а кто крайний на 76-й автобус до Полянки? До Полянки. Вот за женщиной будете. За женщиной? Больше. За... А почему не я сейчас вот играю в это? Почему все время Максим увеличивает? А ко мне задания будут какие? Увелить женщину. Я... А ты наоборот ждешь, а я тогда вот вы за женщиной будете. Больше. А вот вы за вот этой бабушкой будете. А ты пошла таким, бручок. А дальше что ты будешь за... Этот человек умер, мы не с вами в огромном под колосом. Вот вы за этой будете, да, которой уже нет сегодня. Вот вы за Святым Духом будете. Еще больше. Вот вы будете за вот этот... Здесь раньше была другая остановка, да? С Святым Духом. Так, и совсем далеко. Вы будете за вот этим микробом. Давай мне. Я тоже хочу. Давай я ему какую-нибудь локацию сейчас придумаю. Давай, давай. Я его двигать буду. Да, ты, например, на приеме у проктолога. Нормальная тема. Консервативная проктология. Моя любимая тема. Погнали? Ну, говори, начинай. Я вот пришел, у меня... Нет, сейчас... Давай, давай, давай. У меня есть большая проблема. Больше. А затем... Проблема... Какая конкретно проблема? Проблема такая... Всеобъемлющая. Что у вас конкретно болит? Я у проктолога, у меня конкретно этой болит. Больше. Больше. У меня болит это и еще все, что рядом. Меньше, наоборот. Меньше. Уменьшее слово болит, да. Ноет. Меньше. Меньше. У меня немножко зудит там. Меньше. Вы знаете, какие-то бывают у меня мурашки там. Меньше. Вы знаете, такое ощущение, как будто дует кто-то. Меньше. Может, и еще меньше. Вы знаете, у меня есть фантомные боли. А может, и тихо нет? У вас вообще это есть? Вы знаете, я кое-что придумал, чтобы просто с вами познакомиться. Друзья, давайте мы просто уйдем сейчас, послушаем песню и вернемся к моим фантомным болям. У-у-у, класс. Класс. Максим Хабаров сегодня у нас в вечернем эфире на теле, радиоканале Страна FM. Друзья, ну и уже настает время делать, чтобы подводить какие-то итоги. Наигрались, было очень хорошо. Мне ваши игры не понравились, друзья. Мне кажется, что у меня что-то болит. У вас там ветер дует, и все. Мне интересно, что мы с Максимом придумали эту игру для Маши, а болит что-то в итоге у меня. Окей. Так всегда и происходит. Не погружу, не погружу, не погружу, не погружу. Не погружу, не погружу, а сам напоришься на свои же грабли. На свои же игры. Да, на свои же игры. Отличное выражение, я запомню это. Давай поговорим о тех фестивалях, в которых ты принимал участие. Да, последний фестиваль, Punchline, который прошел в августе. Это потрясающее событие, так что следующим летом, если он будет, обязательно приходить. Каждый август, правильно, он проходит? Это уже второй был, да. Второй, угу, круто. Это было много площадок по всей Москве, и с шести до десяти вечера там что-то проходило. Все лучшие стендап-комики страны, да? Да, импровизаторы, стендап-комики, и те, которые уже... И новички, там очень много, там Михаил Шац даже принимал участие. Сам Шац! Сам Шац. А, кстати, Михаил Шац тоже сейчас занялся стендапом, правильно? Да, в Питере. Привезли комика за границей, Готфри. Такой чернокожий комик. Прикольно. Он на английском разговаривал, шутил? А люди понимали? Нормально у нас? Ну, переводили. С Шацом на иврите. А, параллельно. С Шацом. С Шацом тоже переводили. Окей, круто. Ну, это ежегодная история. Или чаще? У нас было два мероприятия, и мы проводили большой разгон. Это стендап-импровизационное мероприятие, когда стендап-комик выходит, и импровизаторы начинают потом на его материал накидывать сцены. Ну, вы разгоняете, таким образом, новые шутки, правильно? Да. В режиме реального времени вы не готовитесь? Самое интересное, да, мы не знаем, материал не готовится. Самое интересное, нам дали очень маленькую площадку, для импровизации очень маленькая сцена, и мы выходили в зал, играли. Ух ты. Мы садились за столик и к гостям, и начинали оттуда вести сцену какую-то. Максим, насколько маленькой должна быть сцена, чтобы вы там не поместились и шли в народ, так сказать? Лично я пару раз ударился головой по полу. А, то есть она даже низкая была такая? А где это было, если не секрет? Горцующий дредноут такой. Это в Москве такое заведение? В Москве, да. Горцующий. Дредноут. Окей. Что еще скажи? Куда не ходить? А куда ходить? Подожди, импрову, Московый шоу веселых картинок. Что это такое? Да, шоу веселых картинок мы еще там делали. Стендап-комик рассказывает свой материал, и в это время его материал рисуют сзади. Кто рисует? Художник. Какой? Реально? Реально в живом. Как в суде в американском, знаешь, там то же самое, человека судят 9 часов. Да, 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 и он зарисовывает, это сфизы. Ну, там, да, там она сидит на компьютере в фотошопе. А в чем фишка? Чтобы образный ряд у зрителей, да? Да, еще самое интересное, можно взаимодействовать. Комик видится, говорит, нет, у него был другой нос, другие брови, она перерисовывает. А, он с этой картинкой еще и работает в процессе, то есть это и для комика импровизация, и получается такая же импровизация для художников. И потом в конце, как на свадьбах обычно кусок торта продают, ты картины продаешь, я правильно понимаю? Ну, это же компьютеры. Подожди, ну, это реально очень интересный формат, я просто честно тебе скажу, я о нем никогда не слышала. Да, мы новаторы, мы новаторы, никто никогда не додумался украсть это с запада. А, все понятно. То есть там мы это придумали уже давным-давно, и вы... Там, да, это называется от Питча Звезда. А, ну, Макс, ну почему вот так вот? Ну, неужели мы ничего не можем сами придумать? Это просто формат, а наполнение-то новое. Мы же шутки не воруем. Ну, понятно, но формат, согласись, самое сложное придумать именно формат. Чтобы он как-то отличался от всего остального. Вот наш вечерний эфир, он уникален, самобытен, и такого больше нет. Мы сами его придумали. Нет ни одного эфира, где был бы я. Вот и я, молодец. Ой, я обожаю самую иронию. Как у тебя, кстати, самую иронию? Обожаю, я шучу про свое облысение. Он тоже. Спасибо, можно пару шуток? Ребята, вот вы и сами ставили теми. А что ты шучишь? Ну, у меня это наследственное. У меня отец... То же самое все? ...лысый. Да. А дед так и не облысел. И я 20 лет, я жил в интриге. Я думал, только бы не в отца, только бы не в отца. Иногда вслух и прятцы. Так, и что же? И в итоге... И в итоге 20 лет, да, у меня началось шуток. В 20 лет? У всех, и у меня, в 20 лет. У тебя не было такого, нет? У тебя не было? Да, ты тебе не знакома. Честно говоря, нет, я вообще не понимаю, что там ветер подул. А дальше должна быть реклама, то есть ты нас же зовешь куда-то в клейку перерисать. Полос, я так понимаю, да? Нет, мне говорят обычно, что это невозможно, потому что... Как? Ну, здрасте. Что невозможно? Подождите, мы живем в 21 веке. Друзья, луковицы пересаживают с одного места на другое. Мне всегда говорили, что это невозможно, потому что посмотрите на Путина, ему никто не пересадил волосы. Так. А Путин вернул Крым, а волосы не может вернуть. Значит, это невозможно. Хорошая шутка. Шуточка, да, да, да. Такая прям, да, нормально. Настрия, скажи. А вот, кстати, про политику. Ты как вообще шутишь? Частенько ребята, например, шутят. Здесь просто ответ на вопрос, и все, и движемся дальше, ладно? Ну да, ну реально, эта тема, она под запретом, из-за цензуры, может быть, высказывает свое мнение. В клубах можно. А в клубах можно. Да, на телевидении, конечно, это все аккуратно делается. Конечно, аккуратно, и мы переходим к Блиц-опросу, дорогие друзья, от этой интересной темы. Итак, Блиц-опрос думать не надо, собственно, как всегда, быстро отвечаешь, горячий стул, ты все знаешь, все правила тебе знакомы. Итак, для меня самое важное в жизни? Я. Идти по жизни с юмором это? Идти и смеяться. Если бы сейчас был 2018 год, что бы ты делал? Ел петуха. А 3 2018? Петух ел меня. Не тот петух, а в смысле птица. Но все подумали. Когда я буду таким же креативным, умным, но старым, я скажу своим праправнуком? Идите работать. Если бы не юмор, я бы сейчас... Сидел дома. Ура! Но ты сидишь сегодня вместе с нами. Максим Кабаров был сегодня у нас в гостях. Спасибо тебе за отличное эпид, друзья. Живите с улыбкой. Субтитры сделал DimaTorzok